Музыка Ключевые события недели Обсуждение главных новостей с интересными гостями И все это на высоте 65 метров В эфире городского телеканала Проект Обозреватель Новые лица, яркие темы, гости Которые вместе со мной поднимутся в кабинке колеса обозрения И оценят происходящее в Ярославле на высоком уровне Меня зовут Александр Голиков Эти полчаса мы вместе Давайте начнем Круглый год наслаждение видами города С высоты птичьего полета В невероятно комфортной обстановке Колесо обозрения, золотое кольцо Телефон 33-02-33 Итак, сегодня в программе Теперь дома Последнего ребенка уроженки Ярославской области Доставили из Багдада в Любим Плюс две новых улицы В Ярославле завершились работы На Красноборской и Панино Спортсменка, студентка и просто красавица Ярославна Анастасия Паутова Завоевала титул краса студенчества России Они пишут иконы Хоть и не имеют художественного образования За колючей проволокой Открылась выставка работ сидельцев Малолетний сын Марины Коноваловой Возвращенный из Багдада Сейчас уже находится дома Хотя этого дома он ни разу и не видел Ребенок в группе еще трех десятков детей Был доставлен спецбортом МЧС В понедельник поздно вечером Сначала в Москву, где прошел медобследование А в среду в Ярославскую область Напомню, уроженка Любима Марина Коновалова Была обнаружена еще в 2017 В женской тюрьме Багдада Куда она попала из лагеря боевиков В иракском Масуле Вместе с ней дети, две дочки и два мальчика Коновалова была приговорена К пожизненному заключению за связь с террористами Троих ее детей в феврале этого года Вывезли на родину С ними она покидала родной Любим И страну вслед за мужем Гражданином Кыргызстана Его судьба неизвестна Бабушка оформила опекунство над своими внуками Четвертого ребенка Коновалова родила за границей Его вывести было сложнее Родство пришлось доказывать Делать тесты, собирать документы Теперь этот мальчик воссоединился со своим братом Сестрами и другими родственниками Все дети Ярославской земли Рожденные и ярославцами И соответственно на территории Ярославской области Больше в этих страшных событиях Участия не принимали Потому что война и тюрьма Это не про детей К другим темам Завершились работы на Красноборской и Панино Новые участки улиц За Волгой и Брагина Появились в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Оба объекта на этой неделе прошли техническую приемку Сюжет Александра Захарова Появление этой дороги жители улицы Красноборской ждали почти 20 лет Вот так она выглядела еще год назад Подсыпанная щебнем без обустроенных пешеходных дорожек И без наружного освещения А это кадры четырехнедельной давности Ремонт дороги идет полным ходом Подрядчик кинул все четыре бригады Чтобы успеть сдать объект в срок Итак, капитальное строительство улицы Красноборской Протяженность 1,3 километра Объект начали строить еще в конце июня И должны были сдать до 1 ноября Но работы осложнились Из-за капитальной заменой подземных коммуникаций Которые в свое время были проложены ненадлежащим образом Сегодня дорога находится в стадии технической приемки Здесь много сетей Здесь больше 30% стоимости объекта У нас ушло только на переустройство сетей Здесь и газопроводы И металлическая часть газопровода И полиэтиленовая диаметром 300 И новая ливневая канализация И существующая переустройство канализации Вот мы шли за сетями Сумма контракта составила 112,5 миллионов рублей За эти деньги, помимо сетей, было уложено больше 10 тысяч квадратных метров Современного дорожного покрытия Обустроены новые пешеходные тротуары и велодорожка Поставлены 53 опоры наружного освещения 4 остановочных комплекса 3 светофора Сделано ограждение Все это увидел мэр Владимир Волков Который с проверкой побывал на объекте Полгода назад, конечно, на этом месте Была даже не дорога, можно так выразиться Направление Которое было построено жителями, своими силами Из какого-то, порой, строительного мусора Она всегда подсыпалась, всегда куда-то уплывала Комфортно и безопасно Невозможно было из этого района Ни пройти, ни проехать Ни в учебные заведения, ни на работу И сейчас, конечно, здесь абсолютно комфортная Качественная, вновь построенная дорога Глава города выслушал замечания и пожелания жителей Пешеходная дорожка и велодорожка Практически не освещены Свет очень плохо падает Обещали, что через фонарь будет освещение на обе стороны Но пока нет У нас в проекте как было заложено? У нас в проекте так же, как они говорят Но мы заказали дополнительно 8 штук Они должны поступить к концу недели Есть замечания по асфальту Велодорожки Покрытие современное Но на вид видим, что неровности И уже устраняли Кусками заделывали Подрядчик пообещал устранить все замечания В кратчайшие сроки А после официальной приемки дороги Будет решаться вопрос Какой маршрут автобуса запустить по новой улице? Вначале было, конечно, не очень удобно Но мы ждали Поэтому, в принципе, ожидание стоит того Надеемся, что провод уже откроют Наконец-то Будет подъезд к дому хороший Так разгружаются и Ленинградка, и Тутаевска Ну, хорошо, хорошо Довольны А это продолжение Панино Дорогу тоже, как и Краснопорскую Построили в этом году с нуля Еще весной здесь росли деревья Теперь широкая дорога от улицы Строителей до Тутаевского шоссе Одно из пожеланий жителей Установить дополнительные остановки И запустить общественный транспорт Мэр Владимир Волков пообещал решить вопросы А чуть раньше в Брагино открыли долгожданный проезд По участку Тутаевского шоссе От улицы Урицкого до Кулисовой Сейчас подрядчик обустраивает выезды из дворов И выполняет работы по благоустройству Тротуарам и освещению Пока что выполнена асфальтировка Нижнего слоя дорожного покрытия Весной асфальтовые работы продолжатся Финал этого большого ремонта Будет осенью следующего года Александр Захаров, Владимир Чернов, Михаил Орлов, Василий Мосин Новости города Четыре дошкольных образовательных учреждения Будут построены в Ярославле в 2020 году Работу проведут в рамках национального проекта Демография На общегородском совещании в мэрии Обсудили сроки и объемы работ Детские сады на 220 мест Появятся на Большой Норской Брагино И на улице Губкино В Апрунинском районе По этим объектам уже заключены Муниципальные контракты Сроки сдачи учреждений Ноябрь следующего года Также в Дзержинском районе Появится двое яслей Следующий объект Это дошкольная образовательная организация На 90 мест Расположена по адресу Город Ярославль Зержинский район Улица Строителей В районе дома номер 1 Корпус 2 И дошкольная образовательная организация На 90 мест По Зержинскому району Проспект Зержинского У дома номер 4 11 ноября 2019 года Подписаны муниципальные контракты Стоимость работы по муниципальным контрактам Улица Строителей В районе дома номер 1 корпус 2, 101 миллион, проспект Зыжинского дома 4, 107 миллионов. Срок выполнения работ по контракту 31 октября 2020 года. Не останутся без крыши над головой. Жители дома на улице Ньютона уже месяц живут в страхе за сохранность своих квартир. Здание пострадало во время урагана, который накрыл наш город в конце октября. С тех пор здесь нет половины кровли. На объекте с проверкой побывала комиссия во главе с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Алена Стецук знает, как скоро проблема будет решена. Но по этому номеру не дозвонится. Фирма, выполнявшая 4 года, назад капремонт крыши ликвидирована. Хотя по контракту работа еще на гарантии. Нанимал подрядчика фонд капремонта. Поэтому выясняли, что делать в сложившейся ситуации именно с ним. По словам руководства организации, ликвидировать последствия ветра фонд не может. Нет юридического основания. У нас справка с генометцентра есть. Ветер был 23 метра в секунду. По шкале Боффорда – это шторм. Но режим чрезвычайной ситуации официально введен не был. Поэтому теперь чинить крышу наняв подрядчика в кратчайшие сроки. Сейчас приняты все меры. Отсмечены виды работ. В течение месяца они будут проведены. Я поставил задачу ни в коем случае не допустить протечек, чтобы жители не пострадали. У нас самое главное, чтобы внизу квартиры ни в коем случае не были затронуты. И ни один из жильцов не получил какие-то некомфортные условия, связанные с протечками. В доме на Ньютона визуально пострадала почти половина покрытия крыши. Сломаны некоторые металлические конструкции, водоотводные трубы. Городской телеканал сразу после стихии уже посещал этот дом. Но подвижки начались только сейчас. Канал приезжает уже не первый раз, а второй. И, возможно, именно с вашей помощью эта проблема будет решена. Так что будем надеяться. Я вам спасибо. Три дома, пострадавших в Октябрьском урагане, уже отремонтировали. Остался этот. Кровлю дома на Ньютона восстановят силами управдома. Об этом в четверг рассказали специалисты мэрии, проверившие ход работ на объекте. В общей сложности по объему работ, которые требуются восстановить, где-то 15 декабря мы ориентируемся на выполнение всего комплекса работы. На данный момент материалы закуплены, ремонтные бригады вышли на объект. Алена Стецук, Яна Хромова, Игорь Мосин. Новости города. На этой неделе свой день рождения отметил туристический маршрут «Золотое кольцо». На этот раз торжества было решено провести в Ростове-Великом. На встречу были приглашены главы Союза городов «Золотого кольца». Стало ли больше туристов интересоваться маршрутом, знает Александр Захаров. На протяжении двух лет день рождения «Золотого кольца» праздновался в его столице, в Ярославле. В этом году для проведения торжественных мероприятий был выбран Ростов-Великий, а точнее ростовский Кремль. Теперь день рождения «Золотого кольца» будет каждый раз менять площадку празднования. Это по замыслу организаторов позволит воочию окунуться в атмосферу древних русских городов, входящих в туристический маршрут. На 52-ю годовщину в Ростов съехались главы и представители городов Союза «Золотого кольца», чтобы подвести итоги проделанной работы в сфере ребрендинга старейшего туристического маршрута. Каждый в своей сфере может быть силен, у каждого есть свои какие-то определенные наработки, но я считаю, что благодаря вот такому обмену опытом, в принципе, многие вещи уже берутся на вооружение, у нас появляются объединенные мероприятия, календарь событий, которые объединяют уже все города «Золотого кольца». Это позволяет нам привлекать все больше и больше туристов в наши города. По данным властей Ярославского региона, за два года в области удалось проделать большую работу. По некоторым позициям увеличился туристический поток с 30 до 100%. Реализуются новые проекты, позволяющие привлечь молодежь. Наши предложения, собственно, касаются вот этих возможностей, когда ты приезжаешь, погружаешься в местное ремесло и можешь что-то сделать, покупаешь местную продукцию, сувениры, увозишь на память не только вещи, но и навыки. Это очень актуально для творческих профессий, для современной молодежи, им это очень интересно, и мы этот перспективный продукт видим и чувствуем. Также маршрут «Золотого кольца» планируется продвигать как место для проведения различных свадебных торжеств. Для этого на мероприятие пригласили пары, которые в этом году отметили совместный супружеский 50-летний юбилей. Ездили по «Золотому кольцу», посещали и Ростов, Переславль, Сузырь, Владимир. За всю эту жизнь все объездили. Да, экскурсии были. На празднование наградили лучшие музейные проекты года. Главам городов «Золотого кольца» вручили значки с гербами, выполненными в ростовской финифте. Также между Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областями было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проектного офиса «Золотое кольцо». Александр Захаров, Михаил Орлов, Новости города. На этой неделе Ярославский медицинский университет отметил свое 75-летие. Одним из важных мероприятий в программе торжеств стали мастер-классы на симуляционных тренажерах. Проще говоря, роботах. Уже несколько лет студенты-медики оттачивают свои навыки и сдают экзамены на таких манекенах. Чему научились в этот раз, знает Елена Третьякова. И пациенты целы, и студенты при опыте. Эта фраза могла бы стать девизом симуляционного обучения. На специальных тренажерах будущие врачи, что называется, набивают руку. Вот виртуальная колоноскопия. При таком исследовании прямой кишки в реальности пациенту было бы больно. На этом тренажере есть уникальная функция определения болевых ощущений у виртуального пациента. И эта функция подсказывает, что он причиняет дискомфорт пациенту. И надо изменить свои движения. Мария на шестом курсе педиатрического отделения. Она участница всероссийских медицинских соревнований. В конце октября девушка привезла победу из Москвы с Олимпиады по детской хирургии. Сейчас отрабатывает запаивание сосудов при внутреннем кровотечении. Симуляционный аппарат даст анализ ее технике, выставит оценку. Это имитация инструментов лапароскопических. Мы вводим их в порты, и компьютер считывает все наши движения. Так я делаю на 94% из 100. А этого американского товарища зовут Аполлон. Он моргает, синеет и бесстрашно предоставляет свое почти живое тело для отработки командного взаимодействия врачей. Когда происходит что-то, когда человек становится свидетелем, участником такого происшествия, он теряется, паникует. Здесь, что важно, они доводят свои действия до автоматизма. Это презентация виртуального пациента. Тренажер совсем новый. Вместе с ним в медуниверситете появились свежий симулятор УЗИ и другие учебные приспособления. Для нашего региона это уникальное направление. Мы поэтому готовы, скажем, перейти на новый уровень подготовки наших врачей. Закупка умных тренажеров для медуниверситета началась три года назад. Средство федеральное. Стоимость последней партии симуляционных машин – 40 миллионов рублей. Елена Третьякова, Владимир Чернов. Новости города. Известный актер Роман Курцин провел мастер-класс в Ярославле. На занятия пришли все, кто увлекается боевыми искусствами. У Романа черный пояс по карате. Вместе с коллегами из театра каскадеров и школы «Бросок кобры» актер показывал трюки и делился секретами своих тренировок. Роман не прочь провести занятия и с теми, кто уже наметил себе путь к успеху. Спортивная подготовка помогает ярославцу сниматься в фильмах с экстремальными ситуациями. Последняя картина, в которой участвовал Курцин, снималась в Горном Алтае. В багаже у актера много ролей, где он демонстрирует прекрасную форму и отличную физическую подготовку. Ярославна завоевала титул «Краса студенчества России». Анастасия Паутова стала лучшей среди 80 претенденток на корону. Девушка представляла ЯРГУ имени Демидова. Она является студенткой магистратуры экономического факультета. До победы Анастасия прошла заочный этап, в котором представила себя и свой город в видеовизитке. Отобралась число полусотни лучших студенток со всей России. В очном туре прошла пару интеллектуальных конкурсов, выступила с творческим номером и в дефиле. Анастасия и еще семь девушек пробились в финал, где участниц также ждал ряд испытаний. И прекрасный итог – корона самого престижного студенческого конкурса красоты. Я вообще не поверила в это, не поверила в то, что это может случиться именно со мной. Для меня это была настоящая сказка. Как и любая девочка, я всегда очень хотела поучаствовать в таком конкурсе, конкурсе красоты. Но мне всегда мешала какая-то, знаете, неуверенность, страх вот этой неизвестности. А что же там будет, и какие испытания. Но все же я решилась. Это было очень сложно. В последний день я подала заявку. Ну и, как оказалось, не зря. Дан старт народному голосованию Национальной спортивной премии. Название лауреата в номинации «Гордость России» претендует наш земляк – фристайлист Максим Буров. Чемпион мира 2019 года в личных соревнованиях и обладатель бронзовой медали в командном турнире. Его победа стала для России первой за 16 лет. Любой желающий может проголосовать один раз в день, подтвердив свой выбор по электронной почте. Также учитывается и мнение экспертного совета, в состав которого входят Светлана Журова, Алексей Ягудин, Иван Едешко и другие легендарные спортсмены. Поддержать нашего спортсмена можно на официальном сайте Национальной спортивной премии sport-premia.ru. Имена победителей будут названы 12 декабря на торжественной церемонии в Москве. Это далеко не все, что мы подготовили для вас на высоте 65 метров. Обозреватель вернется в эфир сразу после рекламы. Круглый год наслаждение видами города с высоты птичьего полета в невероятно комфортной обстановке. Колесо обозрения «Золотое кольцо». Телефон 330233. Мы снова с вами. О главном за неделю я, Александр Голиков, рассказываю на колесе обозрения. Проектория стартовала. В Ярославле на площадке Арены 2000 прошло торжественное открытие 7-го Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория». В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и руководители Министерства просвещения России. Форум ежегодно проводится в Ярославле по распоряжению президента Владимира Путина. В нашем городе вновь собрались талантливые школьники 8-11 классов. Лучшие педагоги, эксперты крупнейших российских компаний и вузов. В этом году принципиально новый формат. Примерочная профессии. Это онлайн-тренажер, который поможет школьникам формировать навык выбора в процессе знакомства с разными профессиональными компетенциями. Будет представлено 6 направлений. Экология, безопасность, здоровье, среда обитания, производственная революция и культурный код. В рамках каждого будет решаться комплекс задач, кейсов различного типа. В программе также лекции, тренинги от ведущих российских ученых и инженеров, лидеров отраслей и других лучших специалистов в своем деле. Проектория стартовала. В Ярославль съехались более 500 человек из 80 разных регионов страны. Что дает форум молодым умам? Об этом сегодня поговорим с участником проектории прошлого года, учеником 26-й Ярославской школы Александром Дмитриевым. Саша, здравствуй. Здравствуйте. В прошлом году тебе повезло. Расскажи, как ты попал на Всероссийский форум? Я попал на проекторию благодаря своему учителю Торхову Жанне Вячеславовне, которая выиграла в конкурсе проектории «Урок будущего». Что самое интересное было для тебя на проектории? Для меня на проектории было самое интересное, когда внутри направления мы разделялись по кейсам и их решали. Что нового узнал и насколько полученные знания были полезны? Я узнал очень много нового в сфере географического моделирования, и это довольно-таки пригодилось мне в жизни. Нам дали определенную программу, которая называлась «Атлас VR». Это была планетарная модель Земли, и мы должны были сделать планетарную модель острова Байкал. Я знаю, что ты работал на проектории в группе по географии и информатике. Решал кейсы. Расскажи, какие были задания и насколько они были сложные. Задания были не очень сложные. Я, как уже говорил про программу «Атлас VR», нам сказали, в Байкале есть остров Ольхон, и нам нужно было сделать наподобие презентации про него, чтобы камера перелетала с одного части острова на другой и показывала разные места острова Ольхон. Это было не очень сложно. В самом начале нам рассказывали, что такое вообще географическое моделирование, знакомились с программой «Атлас VR» и показывали, как это все работает в VR-шлеме. А потом мы начали сами работать отдельно от наших экспертов, и потом мы выступали на общем направлении. Тебя наградили путевкой в Артек. Что уникального ты сделал? Честно, я сам не знаю, но, скорее всего, из-за того, что я не отвлекался и, наверное, работал больше всех. У каждого из нас была определенная задача. Некоторые брали очертания острова Ольхон из разных папок. Например, я работал как раз с перемещением камеры. Мы брали еще из папок разные метки, чтобы показывать, какие города находятся рядом с островом Ольхон. Мы выбирали разные модели людей, чтобы показать, как люди ведут себя на острове Ольхон. Разные модели, например, мусора, показать, как загрязнен остров Ольхон. Разные модели животных, которые там обитают и многое другое. Кроме нашей группы были сбор марсохода, проектирование космической базы, снятие данных со спутника. Это только в одной группе «Космос». Были технологии материалов, направления по РЖД, медицинское направление, технологии энергии и IT-направления. Расскажи про Артек. Это была какая-то особенная смена для юных ученых? Так как я поехал от Роскосмоса, меня определили в хрустальный лагерь. И это лагерь был основан Юрием Алексеевичем Гагариным. Была и космическая смена. У нас были, соответственно, разные наподобие кружки. Я как раз тоже пошел по географическому моделированию на кружок. И сейчас этой программой я пользуюсь до сих пор. В этой программе я могу делать модель уместности и возвышенности. Саш, а вообще чем увлекаешься в жизни? Расскажи о своих достижениях. Кем ты хочешь стать? Лично я до сих пор занимаюсь армейским рукопашным боем. Уже как 4 года у меня уже, получается, пятый пошел. Я занимаюсь программированием и хочу лично стать учителем и учить детей. Изменилась ли каким-то образом твоя жизнь после проектории? Я начал более активно участвовать в разных мероприятиях. И ярославских, и российских. Например, даже сегодня я делал проект по подкастам и отослал сегодня его на сайте Мидовского университета. Проектория мне дала новые возможности. То есть я начал больше знать сфер, которые вообще есть у нас в жизни. Что вообще делает Роскосмос, я узнал. Хотел бы еще раз побывать на проектории. Да, конечно, в проектории очень классно. Это очень классная атмосфера. Все друг к другу как будто семья. И это очень классно. Это очень классное ощущение. Я еще раз хочу там побывать. Спасибо. На мои вопросы отвечал Александр Дмитриев, ученик 9 класса 26 Ярославской школы. Мы говорили о форуме проектория. А теперь о других заметных событиях короткой строкой. Введение нового порядка медосмотра водителя складывается на лето. Решение принято главой Минздрава Вероникой Скворцовой. Напомню, ранее планировали, что новый приказ вступит в силу с 22 ноября. Он был направлен на то, чтобы зависимых от алкоголя или наркотиков не допустить за руль. Для этого сдавать специальные анализы. При этом стоимость справки увеличивалась в несколько раз. Ярославцы спешили получить ее по старой цене. У наркобольницы люди стояли в огромных очередях. Губернатор Дмитрий Миронов посетил одно из старейших предприятий региона – Ярославский ликероводочный завод. В октябре с руководством предприятия было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству. Планируется вложение во объеме 700 миллионов рублей. Глава региона выразил надежду на то, что в ближайшее время завод вернется в число крупнейших налогоплательщиков региона. По словам руководства предприятия, сумма акцизов должна составить в будущем порядка 1 миллиарда рублей в год. Больше 4 тонн батареек столько собрали ярославские школьники за полтора месяца. В Ярославле подвели итоги акции «Демид не демид. Зеленый сезон». Победила третья гимназия. Ее рекорд – 382 кило использованных батареек. А итоги творческой части проекта, главным информационным партнером которого является городской телеканал, будут известны чуть позже. На этой неделе ярославские телевизионщики отметили профессиональный праздник. Он учрежден 21 год назад. История городского телеканала чуть дольше. В этом году нам исполнилось 26 лет. Как всегда, праздник отметили на рабочем месте и ударным трудом. Иконы из дерева, бисера, живописные. В одной из колоний региона открылась выставка работ, выполненных заключенными. Лучше отправиться на всероссийский конкурс в Москву. Разная техника, материалы и сами изображаемые святые. В своих работах осужденные Ярославской области показали весь творческий потенциал, о чем свидетельствует многообразие подходов к произведениям. Однако красной нитью читается тема конкурса «Святые воины и святыни воинства России». Привязано направление к 75-летию Великой Победы. Соответствие этой тематики – один из двух критериев конкурса. Второй – соответствие канонам иконописи. Икона – это окно в мир небесный, в мир духовный. И вот если, глядя на икону, для нас вот это окно в духовный мир открывается, то можно сказать, что это действительно икона. Вот если этого нет, то это такая удачная копия. Лучшая работа – икона с изображением нашего земляка, адмирала Федора Ушакова, причисленного к лику святых. Флотоводец написан в окружении своих кораблей и других святынь. Выбрала именно эту работу комиссии сотрудников УФСИН и священнослужителей. Здесь же на территории ИК-8 представлена выставка акварельных пейзажей и натюрмортов супруги протеерея Василия Шиханова. В исправительном учреждении не было картинных галерей больше 10 лет. Сейчас традицию возрождают. Любое искусство, оно человека облагораживает. И, как говорил Василий Дмитриевич Поленов, искусство должно приносить радость и счастье. Я думаю, что здесь всё-таки радости и счастья у людей мало. Думаю, что этими работами мы это немножко подправляем. На художественных примерах творят и сами осуждённые. Роман Галкин на воле трудился тату-мастером. Теперь изображают картины не на людях, а на холсте. С рисуем маслом. С рисуем маслом. В основном репродукции. Репродукции старых художников. Репинах, Воснецовых, Левитана, Саврасовых. Нравится море и пейзажи. Его сосед по мастерской трудится в иной технике. Его хобби – художественная резьба и выжигание по дереву. Сейчас уже месяц работает над нартами. По дереву выполнил образы совы, медведей и собаки. Сюжеты берёт из головы. Трудится по 8 часов в день. На работу уходит около месяца. В зависимости от сложности рисунка, то есть какие-то рисунки, он просит что-то из головы, какой-то сюжет. Ну вот пока его придумаешь, как разместить правильно. То есть рисовать и резать – это две разных вещи абсолютно. То есть рисовать надо по одному, а рисовать надо по другому. Ну и да, в зависимости от настроения. В колонии уже можно устраивать собственные выставки местных творцов. А икона-победительница на России определится в январе 2020-го. Алена Ститцук, Михаил Орлов, Новости города. Всё, что вышло в эфир за минувшие полчаса и было главным за неделю в Ярославле. По крайней мере, так посчитали мы информационная служба городского телеканала. Ключевые события недели – обсуждение главных новостей с интересными гостями. И всё это на высоте 65 метров. Круглый год. Наслаждение видами города с высоты птичьего полёта в невероятно комфортной обстановке. Колесо обозрения «Золотое кольцо». Телефон 33-02-33. Новые лица, яркие темы, гости, которые вместе со мной поднимутся в кабинке колеса обозрения и оценят происходящее в Ярославле на высоком уровне. Всё это и многое другое ровно через неделю здесь же. Меня зовут Александр Голиков. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!